Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, меня зовут брат Володя, я с Украины, из города Николаева, с Одесского объединения, с той церкви, где брат Валера. Братья и сестры, я родился в неверующей семье, о Боге я совершенно ничего не знал, но я всегда как-то верил, что есть Бог. И вот в моей душе какая-то была пустота, которую мог только заполнить Бог. Бог создал вообще человека для того, чтобы иметь общение с ним. И человек без Бога, у него всегда тут будет в душе пусто, и это место должен занять Бог. Если Бог это место не занимает, ничем это место не заполнишь. И я вот как-то у отца своего, мне было, может, где-то лет 11-12, я спрашивал у своего отца, папа, а что бывает с человеком, что будет с человеком, когда он умрет? Он мне говорит, сынок, закопали человека, сгнил и все. И на этом все закончилось. И человек стерся. Я так думал своим детским умом, думаю, не может этого быть. Как так стерся? Смысл тогда человеческой жизни? Думаю, что-то отец мой ошибается, он что-то не понимает. Есть Бог, есть что-то после смерти, есть человек, не стирается. И вот лет до 15-ти я таким рос послушным ребенком, родители мои не могли нарадоваться. Но лет с 15-ти я очень полюбил грех. Вот врос, все время свободное проводил на улице. Начал, сначала началось все с сигареток, начал курить, потом попробовал таблетки, потом алкоголь, наркотики. Когда мне исполнилось 18 лет, умер мой отец, и я вообще как бы сошел с тормозов. И грех я уже пил, как холодную воду. Вот и такая жизнь привела меня к тому, что в 18 лет я оказался в тюрьме. Мои друзья совершили убийство, убили человека, он был там курсант, высшее военное училище, учился отличник боевой и политической подготовки, курсант какого-то высшего пограничного училища КГБ имени Джержинского. И он учился в этом училище. И этого парня мои друзья убили. И свернули это все на меня. Сейчас просто нет времени долго все рассказывать. И когда мне было 19 лет, я оказался в камере смертников. Знаете, для меня это человек, который живет во тьме, без Бога. Так все быстро может измениться в его жизни. Вроде бы все хорошо, ничего плохого не предвещает. Солнышко светит. И тут раз, камера смертников. 19 лет. Мрачная такая камера, железная кровать, мурованная в бетон. Окошко, до которого не достать. Там множество решеток, жалюзи. Еле-еле попадает солнечный свет. И я в этой камере 19 лет. Знаете, я не верил, что это происходит со мной. Несколько дней я приходил в себя, как бы в реальность пытался понять. И думал тогда, как несправедливо. Неужели все, жизнь моя закончилась. Мне же только 19 лет. Мне очень хотелось жить. Думал, как несправедливо. Неужели нету Бога? Неужели нету справедливости? Но совесть внутри меня говорила, нет, есть Бог. Есть справедливость. И вот, знаете, какие-то библейские истины, хоть я никогда не слышал о Боге, но Бог меня учил, какими преподавал мне жизненные уроки. Я тогда понял, знаете, Бог так совесть мою пробудил. И я понял, что все справедливо. Я вспомнил, как я... Вспомнил многие моменты в своей жизни, которые мне сошли с рук. Как я грешил, как жизнь свою вспоминал. Сколько я принес беды и в свою семью, и людям сколько зла причинил. И понимал, что все справедливо. Я заслужил того наказания. Хотя на мне и не было крови, я не убивал человека, но я много сделал зла, и все справедливо. Я через какое-то время сказал, да, Господи, все справедливо. Я достоин этой камеры, этого наказания, но я очень хочу жить. Знаете, Бог явил милость такую. Я в этой камере находился год и два месяца. И тогда я, знаете, такую истину понял. Я не злился ни на своих друзей, ни на своих судей, которые меня осудили так. Дело было такое, говорят, белыми нитками шитое. И вот я тогда понял, что справедливость, вот такой урок жизненный мне Бог открыл, что справедливость мне не нужна. Друзья, если кто-то ищет справедливости, подумайте, нужна ли она вам. Я тогда понял, что мне не нужна справедливость. Я не хотел никому мстить, никому что-то доказывать. Понимаете, я понял тогда, что по справедливости я сам попадаю под наказание. Мне нужна милость, чтобы быть помилованным и самому помил, и самому простить. Я вот как-то принял решение простить своих друзей, всех простить. И вот в этой камере год и два месяца, как я уже сказал, находился. И указом президента СССР, это в 1991 году, мне заменили смертный указ на 20 лет лишения свободы на строгом режиме, на особом режиме. И вот я, это перед самым-самым распадом Советского Союза, через два месяца Союз распался. И если бы, ну, чуть-чуть задержался этот бы указ президента, то меня бы уже расстреляли, потому что Украина мне отказала в помиловании. И я уже написал в последнюю станцию, в Горбачеву, и как бы он перед самым перед самым своим уходом, вот он помиловал меня. Но я в этом вижу милость Божью. И вот, знаете, я тогда думал, что так в моей жизни, потом я так вот начал думать, в моей жизни так это случилось, потому что я такой нехрист, меня даже в детстве не крестили, это вот мне за это. И когда-то там приехал к нам православный священник в колонию, это я сидел в колонии на особом режиме в Свердловской области и в Вивдельском районе. И там все находились люди, которых были 40, 15 и 20. У нас где-то человек 800 было со всего Советского Союза. Такая очень мрачная колония. Половина из этих людей, ну и место психбольницы, они сами с собой разговаривают, смеются. Ну, люди, которые совершили тяжкие преступления, и людоеды, и всякие маньяки, и так далее. И вот я оказался среди этих людей. И вот как-то приехал к нам православный священник, собрал таких, как я, человек, наверное, 10. И я не помню, о чем он нам говорил, вылил нам каждому на голову по кружке воды с ведра, такая у него кружка была, алюминиевая, зековская. И ведро такое, цинковое, он кружку воды вылил нам каждому на голову, говорит, все, теперь дал по крестику, говорит, теперь вы крещены, если умрете, будете в Царстве Небесном. Я сейчас вспоминаю, мне смешно. Я вот так вот как-то успокоился, думаю, ну, теперь все нормально. Он же мне сказал, православный священник, что будешь в Царстве Небесном. Друзья, и я вот как-то решил работать над собой, решил, я первый раз бросил курить, я в камере смертников, не курил несколько месяцев, но мне всегда не хватало настойчивости, я потом как-то срывался, закуривал, ну, вот я решил вести такой трезвый образ жизни, ну, в тюрьме тоже можно найти и наркотики, и водку, но я как-то от этого всегда держался в стороне, решил, больше я в этом не участвую. И вот, из я старался как-то работать над собою, я хотел быть хорошим человеком, я понимал, что я не хороший человек, но я им хотел быть. И вот старался всегда как-то по совести поступать и правильно поступать, так, как вот я понимал. Но вот проходило время, и я начал за собой замечать, что чем дальше, я становлюсь все хуже, хуже и хуже. Человек без Бога лучше стать не может, он будет только опускаться ниже, ниже и ниже. И у каждого это, ну, по-разному происходит, у кого-то быстро, у кого-то медленно, но без Бога человек лучше стать не может, он будет портиться. И вот, я сидел уже в тюрьме, это в камере все время сидел, один час прогулки на воздухе, и так все время в камере, 20 человек в камере, и знаете, такая камера, в которой нет покоя, ни ночью, ни днем. Все время грех, грех и грех. Люди так вот, так вот, как настоящий ад. Я нету времени просто, чтобы это все даже описать вам, рассказать. И вот 11 лет я просидел в камере, а потом меня вывели на открытый барак, где можно выходить на улицу, весь день я мог на улице находиться. И вот, я очень сильно, ну, любил наблюдать за людьми, думал над разными вопросами, почему так люди поступают, а почему так. И вот, ну, я так уже устал от этого всего, устал от этой тюрьмы, устал от этих людей, которые меня окружали. И, знаете, можно сказать, я пришел в себя, как блудный сын. Я начал задуматься, почему я здесь. Я всегда считал себя, что я хороший. И я так думал, а что ты такой хороший делаешь на этой помойке? Я увидел людей, и, знаете, для меня это было, как пристань разбитых кораблей. Что не человек, то трагедия. Родился в семье мальчик, мама думала, будет мне сынок, на старости лет кружку воды кому будет подать. А этот мальчик пошел в тюрьму, а это и мама всю жизнь к нему проездила. А потом мама умерла, он сам уже старик, и вот он доживает свою жизнь в этой тюрьме. Я смотрел на людей, там один, вот так вот шел один там человек, старенький дедушка, идет так, хромает, и окурки собирает. Собирает окурки, а молодой там какой-то парень на него там, что ты собираешь тут окурки, чтобы я тебя не видел за общим столом, и чтобы, вообще, ты должен где-то там, и так, так на него, знаете, кричал. Мне так хотелось защитить этого человека, но я понял, если я сейчас влезу, то вот этого молодого я буду бить. Я уже, ну, и я так смотрю, и думаю, и сам себе, у меня разговор с самим собой. Видишь этого человека? Тебе нравится? Вот это, твой конец. Вот это, так ты закончишь здесь жизнь. Нравится тебе такой конец? Я думаю, нет, я так не хочу. И вот Бог так пробудил мою совесть, я задал себе такой вопрос, кто я, и для чего я живу? И я так понял глубину этого вопроса, что это самый-самый важный вопрос, на который человек должен найти ответ. Кто я? Для чего я живу на этой земле? Смысл моей жизни? Я слышал, что смысл посадить дерево, вырастить, построить дом, вырастить сына. Я так думал, что я родился строителем, чтобы быть? Или лесником? Или кроме меня некому детей рожать? Для чего я живу? Я тогда думаю, ну, я тот, не то, что я говорю, а то, что я делаю. Мои поступки говорят обо мне. А ну, я рассмотрю свои поступки. И хотел найти в себе что-то хорошее. И не могу найти. Вижу только одно злое. Так вот совесть Бог мою пробудил. И я понял, что я самый-самый негодный человек, который вообще есть. Я думал, как меня земля носит? Я не мог смотреть людям в глаза. Даже, знаете, там есть люди, которые такие отвержены, даже в том обществе, совершили какие-то мерзкие преступления. Я не мог даже им в глаза смотреть. Мне казалось, что я хуже их. Я смотрел в землю, не знал, куда мне деться, что мне делать. Думал, вот это я, вот это такой я. И эти все мои грехи так меня придавили к земле, что я не мог поднять голову. Если бы мне не дали тогда Новый Завет, я бы, наверное, сошел с ума, и никакой психиатр меня бы уже не вылечил. И вот я решил разобраться, что же было в самом начале, как я докатился до такой жизни. Я пошел к одному парню и попросил у него Новый Завет. Я знал, что он верующий, там читает Библию. И я начал читать. Начал читать. Эта книга была для меня самая дорогая. Знаете, я взял ее, а там в тюрьме курят самокрутки. И с бумагой проблема. А Библию, вот эти вот гедеоновские, их там очень много было. И такая бумажечка, они такие, знаете, мягенькие, и их там рвали и курили. Делали из них самокрутки. Я сильно переживал, чтобы у меня не вырвали там даже листика. Я даже подписал, пожалуйста, не рвите эту Библию, она для меня очень важна. Я ее из рук не выпускал. Я вот так вот ходил с ней, как это, ну, на меня смотрели, думали, что я ненормальный, что у меня с головой не в порядке. И вот я начал читать Новый Завет. И я понял, что я грешник, и мне нужно просить прощения у Бога. Когда я каялся, собрался весь отряд, там человек сто, наверное, в отряде. Я упал на колени и кричал, Боже, прости меня грешника. Вызвали с санчасти врача и думали, что я сошел с ума. Мне говорят, двадцатник с ума сошел. Богу молится. Ну, друг у меня там был, он лежал в больнице, и там приехали ребята с нашей зоны. Он на соседней зоне лежал в больнице. И он говорит, как там Вова? Они говорят, с ума сошел, Бога уверовал. Он говорит, а, с ума сошел. Да нет, он только пришел до ума. Это раньше он был сумасшедший. Друзья, вот так вот Слово Божье вернуло меня, вернуло мне разум. Вот, раньше я был сумасшедший. И вот, мне еще оставалось тогда сидеть в колонии, я только сидел тогда одиннадцать лет, и девять лет я уже досиживал, как верующий. Уже Бог, учил меня, вот Бог меня смирял, Бог у меня учил жить правильно по слову, по слову своему. Вот, в 2008 году я освободился, Бог подарил мне жену, подарил мне дочку, вот, подарил мне братьев, сестер, и вот, я много уже где был, и был, и вот, и у вас, у вас в России много было, в Украине много где было, был, в Германии был, много было где, и, я так благодарен Богу, что по всему миру у меня есть только братьев и сестер, и это все сделал Бог. Друзья, у меня когда-то, я ехал на автомобиле, и меня останавливает, ну, полиция, и говорит, вы не пили? Я говорю, я не пью, я верующий. А мне говорят, а что у тебя случилось? Я говорю, как, в смысле, что случилось? Ну, что у тебя случилось, что ты стал верующим? Я говорю, что должно что-то случиться? Ну, конечно. Я вспомнил, знаете, есть такая поговорка, русский мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Друзья, вот, в моей жизни действительно был очень большой гром, и может кто-то есть здесь в этом нашем собрании, кто медлит, еще не примирился с Господом, то не ждите, пока в вашей жизни грянет гром. Я считаю, что мне не то, что повезло, это неправильно будет, что Бог мне явил огромную милость, огромную милость. Если по-человечески брать, я выиграл джекпот. Нас было в камере смертников 11 человек, из 11 нас двоих только помиловали. А тогда в Советском Союзе расстреливали в год, расстреливали больше людей, чем вся династия Романовых, за все правление династии Романовых меньше людей казнили, чем при Советском Союзе расстреливали в год. Вот представляете, какую милость «Бог меня явил». И если вы думаете, что кто-то может думать, что жизнь с Богом – это скучная жизнь, неинтересная, это очень интересная и благословенная жизнь. Вот когда-то я находился на таком собрании, и мне такая вот мысль пришла. Вот как бы я сформулировал такой ответ на вопрос. В чем красота христианской жизни? Это в служении Богу. Служить Богу, быть Его рабом, быть Его слугой – это очень красиво, хорошо и благословенно. Друзья, и кто сегодня еще медлит, я желаю, чтобы вы не ждали в вашей жизни каких-то там таких трудных событий, грома какого-то, землетрясения какого-то, а чтобы поспешили к Господу и жили с Господом. Жить с Господом очень хорошо и очень прекрасно. Да, но там когда… Я потом познакомился с такими ребятами, как и я, которые читали Слово Божие, вот уверовали там, мы имели общение, молились вместе, вместе читали Слово Божие. Нас посещали братья Шепетовской церкви. Их сначала пускали в лагерь, а потом, ну так как они не регистрированы, перестали пускать, но они приходили к нам на свидание, проносили журналы, вестники, истины, вот, ну, попечения, ну, мы вопросы им задали, они на свидание приходили к нам, мы вопросы задавали, они нам какие-то там подсказывали нам, вот, ну, наставляли, то есть мы не были оставлены как-то без попечения. Вот. Слава Богу, дорогие друзья, я очень рад, что мог быть с вами. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К.Егорова